Привет, друзья! Сегодня у нас на обслуживании Volkswagen Tauran с двигателем 1.4 TSI Сегодня в нем будем менять масло в коробке DSG Это DSG-7 DQ200 В принципе, ничего сложного в этой замене нету но есть свои нюансы Самое главное, что я хотел рассказать, это то, что очень много информации по этим коробкам существует и она очень разбросана по сети интернет Поэтому хочу прояснить некоторые моменты Официальный дилер нам заявляет что в коробке DSG-7 DQ200 не надо менять масло в принципе, что коробка до такой степени надежная или что масло надежное, неважно Суть одна на выходе что масло в ней не надо менять на весь срок гарантии А срок гарантии у нас 100 тысяч Соответственно когда 100 тысяч проходит, ты приезжаешь на коробку потому что я не знаю, кто в это верит точнее, я знаю, кто в это верит люди, которые не сильно разбираются в автомобилях но все в один голос кто разбирается в автомобилях говорят, что не менять масло а чем отличается там коробка от двигателя или чего-то еще или чем ваше масло отличается от других масел оно что, свои свойства не теряет так же, как любые масла в процессе эксплуатации конечно теряет поэтому если у вас есть вопрос по коробке DSG менять ли там масло или слушать официального дилера конечно же не слушать и менять масло давайте разбираться с другой стороны если вы поменяете масло хуже от этого машине станет 100% нет давайте теперь с другой стороны если не менять масло хуже от этого машине станет да вероятность 50% я выбираю 100% чтобы машине было легче так в принципе клиенту я и порекомендовал поменять масло собственно поэтому машина здесь второй нюанс второй нюанс существует очень много информации что в коробку DSG а именно в механическую часть не доливают масло специально с завода кстати раз мы за это заговорили в мехатронике идет гидравлическое масло там его ровно 1 литр по книжке в механической части там где сама коробка у нас идет 1,9 литров масла соответственно существует мнение что с завода не доливают специальную механическую часть масла сегодня мы это тоже проверим я специально взял мерный стакан мы сольем масло и померяем кто-то говорит сливает 1,5 литра кто-то говорит 1,6 литра кто-то говорит 1,7 сливает но никто не слил 1,9 литра вот мне прям самому уже интересно теперь по моменту заливки масла по моменту заливки масла есть два варианта вариант 1 он же самый простой всего-то навсего надо будет снять корпус фильтра и через сапуны залить новое масло после того как мы его сольем ну и вариант 2 через заливные пробки собственно как это и должно делаться для этого надо будет снять аккумулятор аккумуляторную площадку и стартер в принципе это все не сложно сделать но зачем это делать если можно сделать намного меньше действий и заменить масло кстати по поводу масла в мехатронике то есть гидравлической части там его не обязательно менять там оно страдает меньше всего но если ты уже меняешь в коробке масло то не полезть не поменять масло в мехатронике но я считаю это преступление потому что так или иначе да оно сливается чистенькое мы это все чуть позже увидим оно сливается чистенькое да все с ним нормально но опять-таки не забывайте что масло может быть трижды светлое но оно потеряло свойство вот как кто владел машинами на газу те понимают о чем я говорю ты на машине на газу можешь намаслать 10 тысяч километров и даже 15 сливаешь масло а оно светлое и складывается впечатление что можно на нем проехать тысяч тридцать а то и сорок на этом масле нет это неправильно то что оно светлое это не означает ровным счетом ничего масло все равно потеряло свои свойства просто оно не загрязнилось был другой выхлоп оно не насытилось частицами какими-то сгорания продуктами сгорания какими-то грязными а насытилось чистыми соответственно не потемнело но это если на пальцах объяснить собственно хорош ля-ля давайте приступать сейчас снимем защиту держит ее вот этих два болтика и сзади вот этот с этой стороны тоже самое болтик 4 торксика надо будет открутить и добраться до сливных пробок масло надо сливать на прогретой коробке быстрее всего прогреть коробку можно при трогании и торможении то есть едем потихоньку притормаживаем набираем притормаживаем набираем таким образом прогреется масло в коробке и только после этого его можно сливать защиту я скинул собственно вот наша сливная пробка с мехатроника здесь литр масла вот наша сливная пробка с механической части здесь 1,9 литра а вот как можно узнать и убедиться какая у вас коробка если присмотритесь то видно ОАМ это и есть обозначение ДСГ-7 ДК-200 коробка у меня прогрета первым делом откручиваю сливную пробку механической части шестигранник на 10 сливаем и посмотрим сколько сольется масла вот такое масло примерно у меня слилось на машине 30 тысяч пробега да да не удивляйтесь ездит она немного но в городских условиях в жестких режимах самое время сделать контрольные замеры вот такой вот у меня есть мерный стакан литровый поехали этот вопрос интересует многих ух ты чуть-чуть поразливал но как и все писали я же укажу поэтому для меня это нормально так нету еще литра есть литр переливаем масло хочу сказать очень в интересном состоянии хоть и пробег небольшой вот вам для сравнения кстати по количеству масла некоторые руководства пишут что 1,7 литра кто-то говорит 1,9 а кто-то льет 2 точной информации так и нету но 1,7 точно фигурировала в какой-то литературе а именно в официальных книжках в моем случае слилось 1650 миллилитров то есть в моей коробке получается было 1,7 литра и вот вопрос это не долили либо в разные времена разное количество масла лилось кто в курсе или обладает такой информацией было бы интересно потому что кто-то я же говорю сливает 1,7 кто-то 1,9 сливает то есть действительно короче это тайна покрытая мраком с этим разобрались теперь пойдем сливать с мехатроника сливная пробка мехатроника находится вот здесь шестигранник на 5 и здесь должен быть литр масла поэтому я буду сливать сразу в мерный стакан смотрим я надеюсь мне не надо будет бежать дополнительно за тарой иначе я буду очень сильно зол на ваг так что мы видим но это у нас не миллилитры миллилитры у нас вот 950 но я думаю до литра дотечет вся эта история не обманули тут четко литр в общем как я и говорил дотекло почти до литра соответственно чуть-чуть чего-то разлилось поэтому мехатроники стопроцентно литр так сливается у всех собственно в мехатронике у нас масло в неплохом состоянии но очень часто люди кстати в мехатронике и не меняют но я не вижу в этом смысла если уже меняешь механической части то и в гидравлическом блоке тоже надо поменять масло ну это мой подход вот такое вот масло у нас идет в механическую часть естественно все это в описании вы можете почерпнуть и вот такое в гидравлическую это масло которое рекомендует завод-производитель это оригинал но вот это масло конечно с механической части очень интересное кстати по замене пробок сливных рекомендует конечно же их менять но я не менял да и многие не меняют потому что они в принципе в отличном состоянии разобрались со сливом масла подкапотное пространство может отличаться бывали разные двигателя но коробка одна и та же самая поэтому бывает что воздушный фильтр стоит вот здесь бывает по-разному поэтому заострять внимание на разборке подкапотного пространства я не буду просто говорю что мне придется снять воздушный фильтр возможно аккумулятор но этого очень делать не хочу вроде как там есть доступ к заливу в механическую часть коробки с этой стороны но когда сниму фильтр будет более понятно и соответственно под фильтром у нас заливная пробка вернее заливная пробка под стартером мы же будем это все делать через сапуны в общем сейчас я это все разберу и наглядно постараюсь показать снял я вот тут небольшая проблемка была с корпусом воздушного фильтра но ничего страшного просто сильнее на себя надо потянуть и все я предварительно смазал это все смазкой так оно легче пошло вот мы видим наш сапун мехатроника его сейчас подковырну ключиком и сниму что касается механической части сапунчик у нас находится вот здесь пальцем показываю его не знаю видно вам или нет надеюсь что видно предварительно нужно селектор поставить в положение паркинг фух друзья коллеги родственники и так далее снял я этот сапун мехатроника скажу я вам удовольствие еще то использовал вот этот инструмент вот этот инструмент и еще ключ на 16 аккуратненько поддеваем из-под низу я его вынял очень важно его не поломать он очень нежный теперь перед нами открылся вот такой вот штуцерок через него собственно я и буду задавливать литр масла для залива буду использовать шланг внутренний диаметр 8 миллиметров там даже пришлось немножко подогреть чтобы он налез ибо он у меня очень толстостенный но ничего страшного брат баллон мне помог и вот такой вот шприц берем вот это масло естественно перепутать тяжело потому что там литр а там 1,7 или 1,9 так и непонятно но я принял решение лить столько же сколько слилось потому что перелив тоже не очень хорошо ну что процесс пошел при заливе масла через сапун очень важно спускать воздух соответственно мы его давим пока оно плюс-минус неплохо давится после этого на себя немножко таким образом мы вытягиваем воздух на этом собственно замена масла в мехатронике закончена одеваю нашу заглушку и здесь будет все со штуцерком механической части дела обстоят намного проще потому что он снимается без каких-либо усилий просто нащупал его он телепается от его щелк и все короче в том месте чтобы надеть шланг наверх на сапун это целая история поэтому недолго думая я сооружаю вот такую вот конструкцию через переходничок и это вставляю внутрь нашего сапуна в коробку не будет такого давления туда масло должно залиться без проблем без каких-либо усилий поэтому это все должно сработать вставил я эту шланг но она зашла примерно сантиметра на 3 и в что-то уперлась и это меня насторожило поэтому лить буду аккуратно и смотреть чтобы оно не выливалось наружу то есть заливка будет максимально аккуратная получается ну конечно если удастся одеть у кого-то наверх это будет лучше всего герметизация то есть оно не будет выдавливать наружу но сейчас практика покажет да короче все нормуль оно не выливается там главное не торопиться и того мы имеем залитое масло литр 700 ровно столько же сколько и слил одеваем колпачок на этом замена масла закончена теперь друзья осталось собрать подкапотку собственно прикрутить защиту ну и на этом будет все желательно конечно еще произвести адаптацию коробки DSG DQ200 но это уже совершенно другая история на этом все как-то так всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok